Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня мы расскажем вам, что происходит в латинском Голливуде под названием телевиза. Дела там творятся удивительные. Цирк Шепито просто зеленеет от зависти. Ну, начнем с того, что, наконец, сбылась мечта идиотов о рейтинге в 30 пунктов. Локья Лавида Миробо показала эти фантастические до последнего времени результаты. «Давненько не было у теленовелл тридцаток. Эх, давненько!» Продюсер Анхелин Эсма может праздновать, продлять новеллу и строить рожи другим продюсерам. А они что-то не спешат поздравлять коллегу. Говорят, что Сальвадор Мехия чуть ли не заболел от расстройства. И неудивительно. Четыре провала подряд, кого хочешь, ведут в состояние мизантропии. Да и товарищеских отношений между продюсерами отродясь не было. Его собственная жена Натали Лартильо в бытность одновременного показа «Дикого сердца» и «Моря любви» восторженно орала «Ура! Мы сделали чаву!». Был момент, когда семичасовое «Море любви» показывало лучшие цифры, чем «Дикое сердце», идущее в прайм-тайм. А уж после успеха новеллы «Курасон эндомабле» и говорить не о чем. Супруга действительно сделала муженька. Интересно, повезет ли ей с новой продукцией под названием «Лягата»? Это будет ремейк «Моримар», потому что Натали всегда тяготела классическому мылу. Ну, может быть, она и права. Зритель хавает, значит, надо подкидывать в топку, чтобы значиться без перерыва. А то отчухаются и задумаются, не дай бог. В главных ролях Майта Перони и Даниэль Аренас. Если у Майты сейчас задача просто не завалиться, так как две ее предыдущие новеллы были совсем не «Айс», то у Даниэля задача будет покруче. Ему, как воздух, нужен второй грандиозный успех. И так его настойчиво стали сравнивать с Уильямом Леви, на которого после триумфа новеллы «Осторожно с ангелом» телевизор возлагала огромные надежды. А он, ну, вы знаете. В новелле будет сниматься Эрика Буэнфиль, которую даже перекрасили в брюнетку. Спрашивается, почему она пошла на второстепенную роль мамы, главной героини после успеха Аморос Вердадерос? А потому что главных ролей на ее возраст маловато. Ну, если не сказать хуже, просто нету. Ну, а кушать хочется всегда. Роль брата главного героя предлагали Хорхе Аравене. Но он отказался. Сказал, что неинтересно что-то, плохо его персонаж прописан. Поэтому роль сыграет Хорхе Посса, которому не до капризов. Главный герой на его фоне будет съесть красотой и молодостью. Надеемся, что и сыграть у Даниэля получится на уровне. Ну, есть какие-то сомнения, чего ж там. Также в новелле сыграет старая и закаленная в боях гвардия Лаура Сапата, Лусия Мендес и Сесар Эбера. Чёрте, что творится на площадке новеллы Карлоса Морено Кьера Амарте. Сначала главная героиня Кариме Лосано отказалась сниматься в откровенных сценах, мотивируя это своей застенчивостью, религиозностью и высоком морально-нравственным уровнем. Публика пребывала в легком шоке. Тем более, что ходили неясные сплетни о романе между Кариме и Крисом де Ла Фуэнте. Нет-нет, Кариме просто не хотела изменять своему жениху даже в мыслях. Ну, а попробуй тут удержись, чтобы не согрешить. Продюсер был в ярости и вызвал девушку на разбор полетов. Но не тут-то было. Кариме оказалась стойким лавянным солдатиком. Никаких страстных сцен, никаких поцелуев и вообще ничего. В смысле, не кусочка комиссарского тела. Но пришлось переписывать сценарий, чтобы хоть как-то оправдать эти странности. Рейтинги начали падать, и Кариме сменила гнев на милость. И согласилась сняться в горячей сцене. Морено вздохнул с облегчением и совершенно зря. Видимо, вне себя от съемок, в откровенных сценах, Кариме стала путать слова и откровенно плохо играть. Она мотивировала это тем, что ей трудно сконцентрироваться. Ее партнер, Крис Делефуэнте, долго сдерживался, а потом наехал на нее в грубой форме. И дискуссия приняла такой оборот, что съемки просто прекратили. Крис орал на Кариме, что она черт знает, что такое, а не актриса. И что рейтинги более-менее только благодаря ему. Народ пребывает в опупении. Протагонисты не разговаривают. Продюсер рвет на себе остатки волос. Но про Криса давно пишут не особенно приятные вещи. Что он заносчив. Что оскорбляет мексиканцев и считает себя великой голливудской звездой. А здесь все качества и в полный рост. Напряжение дошло до того, что режиссер отказался снимать дальше. Но все равно Крис его требования не выполняет. А продюсер думает, а не убить ли ему главного героя. Сам Крис в отличном настроении. И раздает интервью, где говорит, что решил еще год прожить в Мексике. Только вот непонятно, а мексиканцы согласны? Закончился кастинг в новеллу Роберто Гомеса Фернандеса «Пасьон да Амор». Изначально планировалось на главной роли Эрик Элиас и Данна Гарсия. Поклонники Данны уже схватились за сердце после подобного мезальянса. Особенно нервные мечтали, чтобы на съемочную площадку обрушился смерч. Но Данна и сама не подкачала. Говорят, что на пробах она была всем недовольна. Грем не тот. Костюм еще хуже. Слов не запоминаю, дайте суфлера. Повторяй, сцену не буду. Ну, вполне возможно, что Данита сознательно саботировала пробы. Как выражается одна наша подруга, где я нахожусь и где мои вещи? Продюсер подумал, подумал и решил, что Данна, конечно, актриса хорошая, но по возрасту не подходит юному Элиасу. Поэтому главной героиней будет Эсмеральда Пиментел, у которой это первая главная роль. Ну, как бы не последняя. Еще одна новость. Продюсер Мопат, которая не сняла ни одной рейтинговой новеллы, задумала переделать классику новельного жанра «Эль Манантиаль». Приглашение было отправлено жен Карлосу Каннелли, который даже приехал в Мексику для обсуждения условий, но что-то не срослось. Или денег мало предложили, или время показа не понравилось, или поспрашивал окружающих о продюсере и решил, что нафиг. Вроде бы на главную роль пойдет Хосе Рон, которого портанули с новеллы Марды Суститува. Ее просто заморозили по непонятным причинам. А главная женская роль, по слухам, у Анны бренды Контрерос. Желаем Мопат успеха в ее практически безнадежном мероприятии. Телесовские источники говорят, что она способна испортить даже стопроцентный шедевр. На сегодня это все. В следующей передаче у нас Бразилия, Аргентина и немного Венесуэлы. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!